Приветствую вас и со своей стороны я хочу сказать так. Вам эксперты ответили достаточно обозначенно на вопрос, но тем не менее это не совсем то, что вы спрашивали, по моему мнению. Я постараюсь ответить на именно ваш запрос, что можно сделать, как можно в данном случае помочь человеку изменить свою жизнь. Начнем, пожалуй, с того, что если она не хочет уходить от мышины, то значит он ей что-то дает. То есть у нее есть какие-то желания, какие-то потребности, и эти потребности эта мужчина удовлетворяет. У нее к нему любовное зависимость. У нее к нему нездоровое чувство. Почему? Потому что она терпит все вещи, которые он ей делает, ради чего? Почему? Вот в чем вопрос, вот то, что нужно вам в первую очередь понять. Что она от него получает взамен на его такое отношение. Ради чего она терпит? Пока вы не будете знать, ради чего она все эти вещи терпит, вы не сможете никак ей ничего объяснить и помочь, потому что вы не знаете мотивов человека. Когда мотивы будут ясны, здесь уже многое упирается именно в то, какие у вас с ней отношения, насколько, например, она вам доверяет. Если ваши отношения с ней хорошие, то есть, что она значит, можно сказать, что она к вам прислушивается, она уважняет ваше мнение и так далее, и вы с ней разговариваете по душам, то тогда первое, что вам нужно сделать, это постепенно, в процессе диалога, ненавязчиво, непринужденно, показывать ей, что вот то, что она получает от мужчины, то, ради чего она терпит такое его отношение, можно получить другим путем, можно получить иным, более простым, более легким и так далее. И вот только так, через демонстрацию девушки, того, что ее желание можно удостоверить иным, менее затратным и менее негативным для ее самооценки и личности путем, можно объяснить ей, что с этим мужчиной ей быть не стоит. Потому что, понятное дело, что ни о какой любви, ни о каких чувствах, ни о какой искренности речь в этих отношениях не идет. Почему? Потому что, человек, который любит, я имею ввиду мужчины, свою женщину бить не будет, это понятно. Ну, а женщина, уважающая себя и ценищая себя, никогда не позволит мужчине так с собой обращаться. Значит, он чем-то ее подчинил, чем-то ее завлек. Вот чем и нужно понять. После того, как вы, значит, поймете, важно не спешить. Ее желание, это ее желание. И она имеет полное право видеть удовлетворение своих желаний так, как она их видит. То есть, других путей для получения того, что ее нулина, она, может быть, и не воспринимает сейчас. И если вы будете однозначно ей говорить, или постоянно там упрекать в том, что вот как ты можешь себе там позволять, да, да, с тобой обращаться, то это ни к чему не приведет. У нее будет только защитный механизм, и не более того. Защитный механизм для того, чтобы доказать, что ее там устраивает, что она счастлива и так далее. То есть, она будет делать это просто ради того, чтобы вам что-то доказывать. Соответственно, таким путем вы ничего не добьетесь совершенно. Чтобы добиться, нужно сначала запастись терпением, выдержкой и обходительностью, и постепенно в процессе диалога внушать ей ненавязчиво, свободно, не агрессивно ни в коем случае, показывать ей, что вот то, что она хочет, можно получить другим способом. И вот только так, и никак иначе, к сожалению, вы сможете что-то ей помочь понять. Но даже в этом случае никто не гарантирует, что девушка вас послушает, и действительно извлечет какие-то выводы, извлечет опыт из того, что вы говорите. Вполне возможно, что она к вам прислушается, но прислушается не полностью, начнет в своей жизни что-то менять, стараться мужчину изменить и так далее. То есть, вы для начала, вот для начала определите, а для чего, как вот вас спросили, а для чего лично вам это нужно? Что вы хотите? Брать и человеку помочь? Если так, то тогда для вас будет достижением хоть малейшее улучшение ее жизни. А этого вы, конечно же, добьетесь, если будете следовать тем рекомендациям, которые я вам дал. Если вы испытываете к ней чувства, и хотите, чтобы она была с вами, например, вот тогда момент немножечко другой, потому что тогда вам нужно показывать, что вы лучше этого мужчины. А это означает, опять-таки, понимание ее желаний, понимание того, чего она хочет, и предоставление ей этого в большем количестве и более качественно. Только так вы сможете объяснить девушке, что ей можно и нужно уходить от своего настоящего мужчины. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Ну, спасибо. Спасибо.